День знаний навсегда останется для Беслана днём скорби. Минуты молчания в Уфе почтили память жертв террористического акта. В заложниках оказались 1128 человек, в основном дети. Среди заложников были и 17 мужчин, но террористы расстреляли их в первый же день. Три дня бойцы подразделений «Альфа» и «Вымпел» ждали, пока террористы выдвинут условия или отпустят детей. Но боевики заминировали здание. Выхода не оставалось, пришлось идти на штурм. Во время штурма, помимо заложников, погибли 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Большинство бойцов спецназа были убиты в тот момент, когда прикрывали с собой детей. Всё, что знали, это знали расположение школы, где всё находится. Не знали, во-первых, обстановку, сколько людей там находилось, раз. Знали, что несколько тысяч человек. Во-вторых, не знали, где они находятся, не знали, сколько боевиков. То есть было понятно, что боевики будут на самоуничтожение. То есть единственный шанс у Альфа, у Эмбелла, было только идти в атаку, как говорится. Иначе бы боевики просто в конце концов, скорее всего, подорвали бы школу. После погибших было бы намного-много больше. Со школьниками, пришедшими в музей боевой славы, встретились ветераны боевых действий. Объяснили им, что такое экстремизм, и рассказали о своем опыте борьбы с террористами. Во-первых, я хотела сказать, что они уши особо не развешивали на всякие пропагандистские вещи. В интернете поменьше лазили, где игиловские пропаганды и прочее. Экстремизм, героизм не имеют религии. Во всех религиях, прежде всего, ценится жизнь человека. И все, что делается, только во благо человека. Но, к сожалению, вот эти экстремисты, они используют отдельные фразы для того, чтобы уничтожать друг друга. Причем себе подобное. Причем себе подобное.